Рассказывал о взрывчатке и письме к президенту. Заложенное сообщение о теракте на Ярославца Владислава Васильева завели уголовное дело. Об этом нашей телекомпании сообщили в отделе полиции Ленинский. Мужчина несколько лет снимал в одном из ярославских общежитий комнату. Со слов хозяйки, жил площади. Квартирант не оплачивал ни коммуналку, ни аренду помещения. Женщина не раз пыталась его выгнать. Дело сдвинулось с мертвой точки после решения суда. Когда недобросовестного жильца пришли выселять, он сначала грозил хозяйке судами и письмом к президенту. А потом назвал себя террористом и сообщил, что готовит теракт. Вызванные саперы никакой взрывчатки, конечно, не нашли. И теперь за свои слова мужчине придется ответить по закону. Провалился из-за ливневки. Стали известны причины происшествия на перекрестке улиц Лисицына и Салтыково-Щедрина в Ярославле. На прошлой неделе там под внедорожником треснул асфальт. На дороге образовалась огромная яма. К счастью, люди не пострадали. Специалисты, которые отвечают за теплосети, выяснили, причины обрушения – бесхозная ливневка. Труба оказалась попросту незаглушенной. Вытекающая из нее вода медленно, но верно подмывала грунт. Теперь чиновникам предстоит решить, кого наказывать и что делать с брошенным коллектором. Во Фрунзенском суде рассматривают уголовное дело еще одного члена команды Евгения Урлашова. Бывшего руководителя предприятия «Горстройзаказчик» Игоря Щенникова обвиняют по трем статьям. Одна из них – коммерческий подкуп. В деталях разбирался Георгий Колчин. Игорь Щенников возглавил государственное предприятие «Горстройзаказчик», когда к власти в Ярославле пришел Евгений Урлашов. В сентябре 2012 года госструктура под его руководством заключилась частной организацией «Ярнефтехимстрой». Договору подряда на строительство двух домов. Передиректором этой фирмы Щенников поставил особое условие. Были требования предъявлены для обеспечения исполнения договора, выплатить определенную сумму. Речь о 15 миллионах рублей. Именно столько по материалам следствия потребовал подсудимый в качестве отката. Одну из ролей в схеме обналичивания денег играл небезызвестный предприниматель Андрей Захаров. Бизнесмен уже осужден за посредничество при передаче взятки. Напомню, именно Захаров был задержан в офисе компании «Родострой» с крупной суммой, которая по версии следствия предназначалась Евгению Урлашову. В уголовном деле Игоря Щенникова Захаров фигурирует как свидетель. Деньги переводились держателем карт сберегательного банка и вот таким вот образом обналичивались. После этого свидетели по делу, которые помогали в обналичивании денег, отдавали деньги Захарову, а он в свою очередь передавал Щенникову. По материалам следствия, таким вот образом Щенников получил около 10 миллионов рублей. Дальше у коммерческой организации «Ярнефтехимстрой» начались финансовые проблемы. И договоры на строительство домов были расторгнуты. Щенников давал указание придираться, по крайней мере, так указы от обвинения, к приемке работ. Говорил, что дополнительные деньги выделяться не будут. И вот Гусев был вынужден, так сказать, разорвать контракт. Кроме того, Игоря Щенникова обвиняют еще в превышении должностных полномочий и в отмывании денег. По версии следователей, по его указанию, квартиры в отстроенных домах продавались по заниженным ценам. Сам Щенников вину не признал, заявив, что свою позицию он будет озвучивать только в суде. Сегодня от каких-либо комментариев по существу дела воздерживались и адвокаты подсудимого. Собранные следствием доказательства уместились в 28 томах уголовного дела. Все нужно будет рассмотреть. Кроме того, в суде выступят 60 свидетелей. И только после этого Игорь Щенников узнает приговор. Диургий Колчин, Денис Ромашов. День в событиях. Шокирующая история супружеской пары в Тутаеве. Муж и жена хотели одновременно покончить жизнь с самоубийством. Причина такого шага кроется в тяжелой болезни. Врачи должны были ампутировать мужчине ноги. Мириться с этим он не захотел и сообщил жене, что покончит с собой. Женщина также решила уйти из жизни. Она повесилась на дверной ручке. Он перерезал себе вены. Супруга медикам удалось вытащить с того света. А вот женщину не спасли. Тутаевский следственный комитет проводит проверку. Прокуратура выявила нарушение законодательства при строительстве очистных сооружений и канализации в Данилове. Работы, которые ведутся подрядчикам на улицах Деповской, Островской и Гражданской, продолжаются до сих пор. Хотя по контракту должны были давно закончиться. Кроме того, истек срок разрешения на строительство выданного компанией-застройщику. Затягивание сроков окончания работ ведет к неэффективному расходованию 11 миллионов рублей, выделенных из казны, считают в прокуратуре. Представление об устранении нарушений внесено главе Даниловского городского поселения. Подрядчик получил новое разрешение. А директор муниципального управления городского хозяйства привлечен к дисциплинарной ответственности. В нашу программу обратился ярославец Алексей Светлов. Несколько месяцев мужчина не может застраховать по программе ОСАГО свой мотоцикл. Последнее время только и обивает пороги страховых контор. Везде человеку дают отказ. Кто-то не хочет страховать транспортное средство категории А, а кто-то причин не объясняет. Крик души дошел до телевидения. Возможно, история Алексея Светлова будет интересна надзорным органам. Везде было отказано. Говорили так, что у нас нет полюсов. Мне, значит, отказал Инго Страх. Альфа Страхование это было вчера. Пришел, сказали, что у нас нету программы страхования. Зашли, значит, в компанию Югоря. Я спросил, мы их страхуем на год. Я говорю, мне надо застраховать мотоциклет. Они мне, значит, сказали, что мы не страхуем. Я говорю, объясните, почему вы не страхуете. Нам сказали сверху. В Ярославле пропал молодой человек. Максим Залманов, 1991 года рождения, ушел из дома 13 мая. С тех пор родные о нем ничего не знают. Парень худощавого телосложения. Рост 2 метра. Волосы волнистые русые. Глаза зеленые. Нос прямой с небольшой горбинкой. Ушел из дома в синих джинсах. Синей толстовки с капюшоном. На ногах белые кеды. С собой взял черный рюкзак. Всех, кто располагает информацией о местонахождении молодого человека, родители просят позвонить в полицию или по телефону, указанному на экране.